Контроль мяча Соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов проводятся у нас в стране с 2005 года при поддержке Министерства спорта, Министерства образования и науки, а также Футбольного союза. Уникальный проект ежегодно устраивает настоящий праздник для юных спортсменов, у которых появляется шанс выступить в полноформатном чемпионате. Здесь все серьезно. Сначала городские отборы, затем региональные встречи, а потом окружной этап. На старте участвуют тысячи ребят по всей стране. И уникальность турнира в том, что он становится вдобавок отличной социальной помощью. За 12 лет турнир охватил более 34 тысяч ребят, которые смогли не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, но и найти новых близких. За то время, которое проходит соревнования, свои семьи обрели 480 детей. То есть, если мерить мерками турнирного регламента, было установлено 60 команд. Ну а в целом этот проект, который, как выражаются организаторы, хотелось бы, как ни странно, побыстрее закончить в тот прекрасный день, когда в детских домах в стране не останется ни одного ребенка. Что же касается призов соревнований, то они уникальны. Помимо Кубка, победители получают путевки в Лондон в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал». За это определенно стоит побороться. Владивосток последние годы особо активно принимает участие в этих соревнованиях. В Приморской столице обычно проходит окружной этап. Площадка спорткомплекса «Олимпийц» собирает около 15 команд со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все они лучшие в своих регионах. Проходит турнир два этапа. Первый этап – это краевые соревнования, которые проводятся за счет средств Департамента физической культуры и спорта совместных с Федерацией футбола Приморского края. Это дальневосточный этап, который проводится компанией «Мегафон» и Российским футбольным союзом. Сплоченный командный дух у этих футболистов невозможно переоценить. Для них товарищи по игре нечто большее, чем просто одноклубники. И может, навыков для более-менее поставленной игры им пока не хватает, однако огня в глазах кажется даже больше, чем у профессионалов. Желания много, ну а техники-то маловато у нас ученые. Если нашим командам не хватает спортивных залов, а что говорить о детских домах. Желаний очень много у ребятишек. Глаза блестят, глаза в этом. Очень приятно смотреть на них. Здесь принимают участие в данном турнире дети из непростых заведетелей, с непростой судьбой. И я рад, что спорт, а именно самый массовый спорт, футбол их объединяет. Более того, здесь есть возможность посмотреть на других, проявить себя. К матчам здесь относятся на полном серьезе. Наставники оба тайма не умолкают и перестраивают по ходу игры тактику команды. А футболисты тем временем до последнего борются за мяч. Как оказалось, многие ребята буквально живут футболом. Ну, любят футбол, смотрят постоянно, наблюдают за всеми российскими матчами. Но вот сегодня первую игру выиграли со счетом 1-0 в Спаске. Надеемся, что в дальнейшем также будем выигрывать. Тренировались практически каждый день. Ну, на выходных, примерно на воскресенье, в субботу мы отдыхали. И у нас были игры в Спаске, очень много игр было разных. Вот мы готовились серьезно к ним. Мы сейчас сюда попали. Выиграли в Спаске первое место. Соревнования этого года оказались особо значимыми для Приморья. В этот раз во Владивостоке собрались команды из Биробиджана, Читы, Уссурийска и других городов. К слову, именно уссурийская команда «Содействие» показала самый внушительный результат. Очень тяжело. С Читой само было. Трудно играть. Я целую ночь не спал. Два часа муж поспал. Волновался, чтобы в Сочи полететь. Только за три матча группового этапа ребята смогли забить 27 голов. Буквально громя своих соперников, уссурийцы дошли до финала, где также уверенно обыграли «Восток» из Читы. Эти ребята, они занимаются очень давно. Участвуют очень во всех соревнованиях. И в школьных соревнованиях, и в Зорницах. Полностью везде. И на тренировки так сходят уже давно. В итоге именно ребятам из Уссурийска выпала честь представлять Приморье и Дальний Восток на всероссийском финале. Встреча лучших команд детских домов и интернатов страны прошла в солнечном городе Сочи. После двух дней группового этапа определились полуфиналисты. В младшей группе уссурийское содействие без особых хлопот расправилось со своими соперниками. Команду «Мечта» приморцы и вовсе разгромили со счетом 12-2. И вот главные матчи турнира. В младшей группе «Юность» сходу распечатала ворота содействия. И счет 1-0 долгое время оставался неизменным. Однако уссурийцы вовремя собрались и выдали 4 красивых гола в ответ. Радости приморцев не было предела. Долгожданная победа была наконец-то в руках. Уже в аэропорту Владивостока чемпионов встречали со сладостями и поздравлениями. Вы наша гордость, вы наша сила. Так держать всем. Спасибо вам за вашу победу. Ура! Давай! Мы очень к этому стремились. Шли 5 лет. Тренировки, тренировки. Менялись команды, менялись дети. Но цель была у всех одна. Выиграть, победить для Приморья, для Уссурийска. Эту путевку, это звание. И наконец-то вот этот состав молодых мальчишек, наших самых молодых, смогли достичь этой мечты, победили в этом турнире. Очень счастливы, очень довольны. Но это не предел. Будем стараться, стараться, чтобы кубок переходящий остался у нас надолго в крае. Помимо основного приза, уссурийцы удостоились и личных наград. Евгений Шахов стал лучшим вратарем турнира. А Эдуард Кернос был признан самым важным игроком чемпионата. Теперь мальчишек ждет увлекательная поездка в Лондон в гости к одному из величайших клубов планеты – британскому Арсеналу. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова